Привет, бойцы! Сегодня у меня для вас пару новостей, так сказать, и не очень хороших, и довольно интересных. Итак, первая новость. Победа Емельяненко над Мальдонадо была отменена. Всемирная ассоциация смешанных единоборств решила удовлетворить апелляцию Фабио Мальдонадо и отменить победу Федора Емельяненко в поединке, состоявшемся 17 июня в Санкт-Петербурге. Выбор судей для поединка из числа подчиненных Федору Емельяненко, который является президентом Союза смешанных единоборств России, потенциально мог повлиять на судейское решение, так говорится в заявлении Всемирной ассоциации на официальном сайте. Второй ошибкой судейской команды стал отказ принять жалобу через несколько дней после поединка. Решение отказать в жалобе было принято исходя из правил Всемирной ассоциации в отношении любительского ММА, но поединок проходил по правилам профессиональных боев ММА. Судейская команда, состоящая из Александра Земского, Россия, Лука Сабасаки, Польша и Юрия Ламарью, Канада, просмотрев поединок, вынесли единогласное решение, что результатом боя должна быть ничья со счетом 28-28. И вице-президент Всемирной ассоциации Александр Эндельгард утвердил новый результат поединка решением. Об изменении результата поединка будет оглашено менеджеру Фабия Мальдонадо, Стефану Сартори, подавшему апелляцию, и Федору Емельяненко, и представителям организатора боя Fight Nights. В принципе, это довольно правильное решение, так как по бою действительно там была ничья. А некоторые бойцы, даже российские, говорят о том, что Мальдонадо даже выиграл этот бой. Следующая новость. Это у Брока Лесснера был провал допинг-теста. Организация УСАДА объявила о возможном нарушении экс-чемпионом UFC в тяжелой весовой категории Броком Лесснером антидопинговых правил, сообщает официальный сайт UFC. Вчера УСАДА получила результаты анализа допинг-пробы, взятой у Брока Лесснера 28 июня в рамках тестирования вне соревновательных дней. Тестирование образцов проводила сертифицированная ВАДА-лаборатория УПЛА. Напомним, что 9 июля Брок Лесснер провел поединок с Марком Хантом, который победил единогласным решением судей по итогам трех раундов сражения. Этот бой стал первым после пятилетнего перерыва Брока в боях. Спортивная комиссия штата Невада была проинформирована о провале допинг-теста и позже проведет заседание, на котором решит, какого наказания заслуживает Брок. Очень жаль, конечно, теперь мы не увидим боя Брока Лесснера против Емельяненко и, скорее всего, что на этом его возвращение в UFC и закончится. И следующая новость такая и довольно интересная – это билеты на бой Геннадия Головкина и Кэлла Брука были проданы за рекордные 11 минут. Сегодня в продажу поступили билеты в мисс-матч, как полагают большинство экспертов и фанатов бокса, между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, IBO 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным с рекордом 35 побед, 0 поражений, из которых 32 нокаута, и чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF 30-летним британцем Кэллом Бруком с рекордом 36 побед, 0 поражений, 25 нокаутов. Ажиотаж к этому поединку такой большой, что в режиме онлайн билеты разошлись за рекордное количество времени 11 минут. Добавим, что бой Головкин-Брук состоится 10 сентября в Лондоне, в Великобритании, на арене O2 Arena, которая может вместить немного больше 20 тысяч фанатов. 20 тысяч билетов продались за 11 минут. Ждем этот бой с нетерпением. И еще хотел бы подвести результаты развивающего промоушена MMA ACB41 «Путь к триумфу», который прошел в Сочи 15 июля. И главным боем вечера стал поединок между Денисом Гольцовым по прозвищу «Русский богатырь» и Полом Буентелло по прозвищу «Хэтхантер». Видео этого боя, вернее, его нокаута вы можете видеть сейчас. Сейчас победил «Россиянин» красивым нокаутом. Весь бой проходил не очень весело, скажем так. Бойцы работали в стойке, бросали джебы, но под конец первого раунда Денису удалась такая связочка левый боковой, правый хоккейк, и все отлично закончилось. И остальные результаты боев сейчас на ваших экранах. Петр Ян «Россия» победил Эда Артура Англия единогласным решением судей. Эдуард Вартанян «Россия» победил Брэна Родригеса Бразилия в третьем раунде техническим нокаутом. Александр Шабли «Россия» победил Майкла Брайтона США нокаутом в первом раунде. Шараф Давлатмурудов «Россия» победил Бена Алавея с Австралии нокаутом во втором раунде. Гильермо Мартинес победил Ибрагима Табилова нокаутом в третьем раунде. Сосо Нижерадзе «Грузия» победил Майка Вилкинсона с Англией единогласным решением судей. И Михаил Андришак Польша победил Тима Хейга Канада в первом раунде нокаутом. Марат Балаев «Россия» победил Сулеймана Бухата Франция удушающим приемом в первом раунде. Илья Фрейманов победил Аванеса Ормаджана «Россия» во втором раунде отказ соперника был технический нокаут. Валерий Хожироков «Россия» победил Вячеслава Гигиева «Россия» техническим нокаутом во втором раунде. Юрий Веренцин победил Алексея Бруса во втором раунде удушающим приемом. Боев было много, бои были зрелищными. Их большинство боев, основная масса закончилась нокаутом. Так что зрителям было на что посмотреть. Ставь лайк, подписывайся на канал. До встречи в новых видеоуроках, обзорах. Удачи в тренировках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова